Добрый день, дорогие мастерицы! Сегодня мы будем проходить с вами курс корсет. Корсет собран на машинке. Лекала взяты методом наколки с манекена, то есть без построения лека. Юбка методом построения прямо на материале, то есть без каких-либо выкроек. Будем базу платья декорировать кружевом. Что мне понадобилось для курса? Это материал для основы платья. Вот такой же материал, только другой оттенок. То есть из одной серии. Внутри он немного тянется, то есть черная поверхность, и здесь рюлекс немного остается блесток. Ну, ничего страшного. В обработке, в принципе, материал удобен. Материала понадобится на основу платья два с половиной, три метра. Кружево, если вы будете декорировать, может понадобиться от одного рапорта, то есть это 30 сантиметров, до полуметра, либо метра. Кому как хочется задекорировать. Если хотите достаточно густо задекорировать, нужно брать метр кружева. Также, кто не найдет нужного кружева, который бы он хотел, можно делать вышивку. То есть вышивку кутюрную на пяльцах. То есть это вручную сшитый узор, нарисован вручную, то есть и вышито из пайеток, бисера рубки и из перьев. Для подкладки корсета у нас пойдет подкладочная ткань в том, либо можно черная. Молния 45-50 сантиметров в том. Нитки, то есть ножницы, линейка, это понятно. Для снятия лекал с манекена нам понадобится малярный скотч, который можно в строительном магазине купить. Для чашечек нам понадобится поролон 5-7 миллиметров. То есть какой вам больше нужен. И для жесткости можно использовать либо ригелин, либо пластиковый ригелин. Чем они отличаются? Подобный ригелин, который идет в сантиметр в среднем, его можно обрабатывать сразу на машинке, то есть без тоннелек. Для такого пластикового, тонкого нужны еще тоннельки. Они продаются белого, либо бежевого цвета. Петельки мы будем делать из самого материала. Ленточку можно брать атласную сантиметровой ширины. Молния нам понадобится лишь для юбки. Также можно молнию заменить на петли, то есть молнию не ставить, а протянуть петли до самого низа. Вся разница, что петля наверху будет полтора сантиметра, внизу она будет уходить на нет. То есть она будет короче-короче и практически до самого конца. После того, как мы соберем базовую основу платья, мы приступим к декорированию. к декорированию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...